Привет, девочки и мальчики, с вами ZigZahatch, это шестнадцатая серия приключений на сервере Vintage Story, версия 1.15.10, сборочка Duty Beauty, с модами, конечно же, да? Вот, у нас с вами произошло достаточно много чего за кадром, единственное, что, правда, я был простуженный, у меня до сих пор голос до конца не восстановился, я думаю, что вам слышно, поэтому извиняюсь, если я звучу немного не так, как вам, как бы было привычно всегда, да? Но, вроде, у меня сейчас есть силы на то, чтобы записать вам серию. В принципе, за все, как бы, прошедшее время я смог всего-навсего два раза постримить и, соответственно, смог немножко здесь посидеть за кадром и эльфочка тоже. В принципе, что у нас с вами, ребятки, основного получилось? Мы, естественно, будем сегодня все это делать в серии, но то, что было сделано за кадром серии, да, на стримах, это трейдоматы. Я здесь теперь продаю, собственно, кварц, продаю вот такие вот штучки, в принципе, как раз на них я планирую себе делать бизнес, то есть я же часовщик, поэтому, как бы, совершенно логично, что я продаю всякие штуковины для того, чтобы делать еще более интересные штуковины. И привет ананас. Всякие там воронки, желоба, вот такое вот. И, собственно, как бы, по этому же поводу там у меня было сделано 4 трейдомата. Кроме того, в процессе путешествий было выбито приличное количество вот этих вот статуй. Я пока не знаю, куда их девать, здесь они мне, конечно, категорически не нравятся, но я потом ими что-нибудь украшу. Но это все потом. Да, у меня есть стоит еще сундучок, в котором вот еще есть одна секция желоба, и я уже наторговал 84 монетки. То есть я, конечно, сейчас не до мирка богатей, но, в принципе, кое-что тоже могу. Кроме того, я, конечно, себе все-таки ходил уже в броне, и более того, уже успел себе сделать латные поножи. Но для того, чтобы не прерывать, так сказать, повествование в серии, у меня там как раз сейчас закончилась очередная сталь, я решил прямо-таки при вас ее собрать и показать вам, что делать дальше. То есть, когда у нас с вами все здесь прогорит, это 4 загладки угля, плюс еще немножко сверху. У нас здесь будет написано то, что процесс науглероживание завершен. Теперь нам с вами достаточно просто разбить этот саркофаг. Так, берем нашу кирку, у меня она уже стальная, и разбиваем. На выходе один раз, к сожалению, у меня что-то где-то глюкануло, и при разбивании саркофага получилось назад железо. Это, если честно, было очень любидно, потому что на это немеряное количество угля ушло, да? И вообще, в принципе, и времени. Но мы с вами в итоге будем получать такую вещь, как необработанная сталь. В принципе, саркофаг у нас с вами не тратится, то есть мы можем его здесь совершенно спокойно восстановить. И снова загрузить необходимым. Единственное, что, наверное, сейчас вот. У нас повреждено 4 плитки. Вот они нам с вами красным показываются. Это те плитки, которые в процессе науглероживания сдохли. Поэтому нам с вами их нужно заменить. Когда мы их срубаем, у нас с вами есть шанс получить оттуда какое-то количество кирпичиков. Давайте мы их сразу вот сюда вот и положим. И, как вы помните, я себе делал запасные кирпичики как раз для этого. Я напомню, нам с вами система говорила, что 4 блока повреждено, поэтому я беру 4 новых кирпича. Два мы с вами уже увидели. Их достаточно просто будет поставить сюда. Единственное, что это, по-моему, самые неудобные кирпичи, которые могли повредиться, потому что их сюда очень неудобно ставить. Давайте попробуем сделать что-нибудь типа того. И, надеюсь, этот кирпич куда-нибудь мне... А, вот он здесь. Ну, ладно. Так тоже можно. Так, нужно найти теперь еще два кирпича. В процессе, когда я буду пытаться сюда закладывать уголь, у нас с вами будут красным подсвечиваться кирпичики. Вот еще один нашел. Давайте его тоже уберем. И нужно найти один оставшийся. Пык. Вон он. Ладно, это не самый плохой вариант, который я видел с кирпичиками. Хотя вот сюда тоже сейчас нужно будет как-то залезть. Все-таки не зря я здесь поставил лестницу. Это имеет смысл. Потому что кто знает в следующий раз, какой из этих кирпичей сдохнет. А так мы с вами всегда имеем сюда доступ. Все собрали. Все хорошо. Спускаемся. Пробуем делать новую сталь. Тык-тык-тык-тык-тык. Да, теперь все хорошо. У меня с собой дежурных 16 литков железа. Для того, чтобы делать больше стали. Потому что, в принципе, сейчас я сделал, по-моему, около 48 кусков стали. Этого МАО на всю броню. Но, возможно, мне сейчас хватит... Ой. Что это я сделал? Ты что делаешь? Я сюда хотел... Структура... Ну, что происходит сейчас? Видели? Странные какие глюки были. Так, и мне немножко не хватило угля. Уголь тоже частично возвращается из нашего саркофага. Но может вернуться не весь. Собственно, то, что мы сейчас с вами и видели. Структура не завершена. Готов к поджиганию. Все. Мы с вами можем сюда закладывать уголь. У меня с собой нет факела. Давайте заложим уголь. Для того, чтобы у нас с вами сразу начала готовиться следующая порция. Потому что стали, как я уже говорил, нам с вами нужно много. Естественно, я здесь ничего не доделал. Ну, потому что это я. Я чувствую, что уже и не доделаю. Вообще, конечно, надо по-хорошему это сделать. Потому что немножко некрасиво смотрится. Такая вся вроде остальная, а более-менее нормальная структура. Да, и здесь что-то непонятное на полу. Ладно. Это все детали. Поджигаем нашу сталь. Можно поджигать так. Она сама там дальше подцепится и загорится. Единственное, что должно пройти какое-то не очень продолжительное время. До момента, пока здесь не пойдут партиклы. Когда там вторая часть угля загорится. Давай. Вот. Пошло. В принципе, как раз вот это вот, вот это вот замедление может сказаться на том, что вам в итоге не хватит одного или двух углей на пятую закладку. Потому что, в принципе, как бы, если вы будете поджигать сначала дальнюю, потом ближнюю, они горят, начинают гореть одновременно и, соответственно, обе работают. А если у вас очень долго не будет загораться вторая часть, то там может так случиться, что первый уголек уже прогорит. Ну, ладно. В принципе, пара углей это не очень страшный, как мне кажется, не очень страшная плата за удобство. В принципе, вполне нормально. Давайте мы сюда уберем этот уголь. Да, я себе выкопал весь уголь, который был под домом. Там был бурый уголь. После того, как меня телепортировали под землю там. У меня он теперь появился. И теперь главный вопрос. Что у меня с ветром? С ветром у меня... Ну, вроде бы даже ничего. Сказал было я, но нет, да? Все плохо с ветром. Ну, хотя, в принципе, ладно. Вроде что-то здесь даже стучит. У меня остался один слиток стали. Но, что делать с этой сталью? Я их вот просто положу в горны. Теперь это дело нужно, конечно же, подогреть. Я буду пользоваться вот таким углем, потому что древесный я сейчас оставил исключительно на то, чтобы делать эту самую сталь. Сталь не делается... Опаньки. Сталь не делается ни с каким углем, кроме древесного и коксового. В принципе, можно делать из вот того же бурого угля коксовый, допустим. Но, как по мне, это немножко... Ммм... Дерево я буду делать уголь из дерева. Когда закончится такая возможность, я постараюсь сделать коксовальную печку. Не уверен, что это получится. Но, в любом случае, сейчас нам с вами нужно просто разогреть вот эти вот слитки. И потом их либо просто положить под молот, либо руками бить до состояния слитка. Этот процесс намного более простой, нежели у нас с вами получались слитки железа искрицы. Но я вам просто должен его показать. Поэтому давайте подождем, пока это дело здесь нагреется. Нагрелась наша с вами сталь. Давайте возьмем один слиток, потому что ветер опять ушел, конечно же. Ну, как же, это может быть иначе. Мы с вами просто его сюда ставим. И вот видим, что у него сверху просто еще немножко такой шлака, не шлака, не знаю, как его назвать. Шлама, как это вообще называется в стале. И, по идее, молот точно так же с каждым ударом будет это дело оббивать. Но я ему помогу. Совершенно точно. Потому что, в противном случае, это будет очень долгий процесс. В принципе, как я уже говорил, это действительно намного быстрее, чем делать слитки железа искрицы. Потому что здесь вот нужно только оббить и все. После этого даже ничего ровнять уже не нужно. Вот видите, он, собственно, уже сделался. Теперь таким образом нам с вами, по идее, нужно обработать все вот эти вот слитки стали. Для того, чтобы на выходе получить вот такие слитки, которые потом, естественно, мы с вами разогреем и сделаем из них что-нибудь нужное. Дайте мне пару минут. Я попробую договориться с молотом или руками ему помочь. Таким образом, чтобы у нас с вами получился... Во, смотрите, кажется, ветер вернулся. Во, во, во. Чтобы у нас с вами получилось какое-то количество стали. Ребятки, прошло какое-то время. Я себе сделал 8 таких пластин. И у меня уже были подготовлены вот такие вот стальные цепи. В принципе, мне нужно 11 цепей и 8 пластин на то, чтобы сделать камзол. Мой камзол, правда, немножко уже порвался, поэтому давайте себе сделаем новый. Благо, у меня вроде как оставалась кожа, потому что я ее подготавливал в большом количестве. И нужно будет сделать еще одну важную деталь. И, собственно, я вам заодно расскажу, откуда у меня кожа. Я здесь за кадром частенько заходил к своим свинкам и, собственно, прорежал их ряды. Ну, я вам, по-моему, говорил то, что у меня даже мясо сдухло, которое я здесь солил, да? Но это как бы не главное. Главное то, что кожи теперь у нас с вами совсем немало. Так, давайте попробуем сотворить камзол. Единственное, что надо было, наверное, все-таки сначала посмотреть рецепт. А то я немножко уже подзабыл, как они делаются. Сверху камзол. А, я все испортил. Ладно, ничего страшного. Вот здесь по две, по-моему, было пластинки. И как-то вот так. Вот. Отлично. У нас с вами появился кольчужный нагрудник. Теперь, если мы его обложим вот этими вот замечательными пластинами, на которые ушли вся моя сталь, я получу латный нагрудник стальной. Ес. Это великолепно и замечательно. Давайте же его скорее нацепим на себя. Вот. Теперь главное, единственное, что не забывать, что если я буду лечиться, то на мне как бы вот эти вот повязки мои хвощовые, холщовые, они будут медленнее. Ну, не медленнее, они будут хуже работать. И я буду чаще голодать. Но, в принципе, как бы во имя нашего с вами, во имя нашей безопасности, я бы даже сказал так, да, имеет смысл, наверное, их носить. Кроме того, нам с вами осталось сделать себе шляпку. Единственное, что вот в плане шляпки здесь не требуется кожаная, кожаный вариант. Здесь сразу требуется кольчужный, это три этих штуки, еще потом три пластины. То есть мне нужно еще, у меня была одна, по-моему, оставалась пластина, нужно еще количество стали какой-то. Я думаю, что как раз вот, вот, я пошел громыхать своими доспехами, е-мое, ходячее ведро какое-то, вам слышно вообще? Я даже специально ничего не говорю. Чтобы вы услышали, какой я теперь звенящий зик. Вот, ну да, здесь еще даже первая порция наша с вами не прогорела, но 15% там уже науглерожено. Так что будем мы с вами этим вопросом заниматься за кадром. Блин, какой же я громкий теперь. Ладно, напишите, пожалуйста, в комментариях, может мне надевать эти доспехи имеет смысл, когда я иду в путешествие. Хотя, ну или и на стримах, да, потому что на стримах я никогда не знаю, когда я иду в путешествие. У меня закончился ветер полностью, к сожалению. У меня там, кстати, уже почти готов четвертый ветряк. Там осталось еще три раза парусов туда добавить, чтобы он работал в полную силу. А пока вот так вот, что называется. Но нам с вами нужно себе сделать еще одну важную вещь как раз по поводу тех самых свиней. Я себе разогрею последний оставшийся кусочек стали и сделаю себе специальный тесак. Тесак нам с вами позволит убивать зверушек, у которых поколение четвертое и выше, по-моему, либо третье и выше, ну, по-моему, четвертое и выше. С одного удара. Это, на самом деле, очень полезно, потому что я сейчас после того, как себе сделаю этот тесак, вам покажу, что у меня сейчас со свиньями творится. Очень, наверное, тяжело бывает их убивать, потому что стараешься как бы тыкнуть в одну свинью, она уже куда-то ушла, там уже пришла какая-то другая, она та, которая вам нужна, и она хочет вас бодать и все такое. В принципе, не очень удобный вариант, но вот этот вот тесак нам свою проблему решит, поэтому давайте я его себе сейчас сделаю. И у меня получился мой раскаленный тесак. Вот такой вот стальной тесак. И он, соответственно, должен с одного удара убивать ненужных мне животных. Животных здесь сейчас не так много, я их не так давно прорежал. Но вот мы видим, здесь пятое поколение есть, четвертое поколение и все такое. В принципе, как бы теперь я бы хотел, наверное, посмотреть, сколько у меня есть животных четвертого поколения, возможно, чтобы от них избавиться, но это только в том случае, если у меня будет достаточно пятого поколения. Давайте искать пятое поколение. У нас здесь есть кабан, он четвертый. Кабан есть пятого поколения, поэтому в теории мне кабан четвертого уже не нужен. Берем наш острый раскаленный тесак, хренак по кабану. В смысле? А почему не работает мой тесак по кабану, алё? Он меня сейчас здесь прирежет нахрен. Ты чё, кабан? А почему не работает эта штука-то? Она же кливер. Или она только на свинок работает? Ну, в смысле, на этих, на женщинах. Я буду маньяк. Так, давайте попробуем вот эту вот ушатать. Он не работает. Или я должен делать... Я, наверное, должен делать правый клик, ребятки. Есть у меня такое ощущение. Давайте попробуем вот эту кабанику. Бадыш. Вот, нужно правым кликом просто их убивать. Всё оказалось немножко проще. Ладно, есть ещё кабаниха четвёртого, кабаниха пятого, кабан пятого, кабан пятого, кабаниха четвёртого. Это уже сытая кабаниха четвёртого, я её не хочу убивать. Так, ну, в принципе, наверное, где-то вот такую популяцию, наверное, имеет смысл оставить. Но давайте кого-нибудь ещё прирежем. Вот, допустим, вот тебя. Мне просто понравилось это делать. Кажется, я скрытый маньяк. Хотя, почему скрытый? Так, теперь мы их, соответственно, здесь откроем. Мы немножко проредили себе наш зверинец. Здесь куча мяса, конечно же, куча всего вообще. Давайте мы их будем открывать осторожненько. В принципе, отсюда по-хорошему надо бы ещё и убивать вот эти вот трупы. Но я не уверен, что я буду это делать. Хотя, посмотрим. Вот ещё мёртвого кабана нужно убрать. В принципе, кабана, кабана. В принципе, эти трупы сами по себе тоже пропадут. Но если есть возможность, конечно, по-хорошему лучше их сразу убрать. Но опять же, делать это нужно очень аккуратненько. Так, чтобы никого не зацепить. И, конечно же, я это буду стараться делать пустой рукой. Даже, что если бы я попал по кабану, то максимум я по жопке его шлёпнул, да? Чтобы такого страшного ничего не случилось. Всё. Кабан ещё один четвёртого уровня. Ты что здесь делаешь? Ты откуда взялся? И вот можно вас как-нибудь здесь вот растащить? Я не хочу убивать никого полезного, а вот тебя вполне. Вот, бабам, готово дело. Отлично, открывайся. Я съем твоё мясо. Надеюсь, оно у тебя нежное. Вот таким образом, собственно, можно здесь уже заниматься животными. Но, опять же, работает только в том случае, если у нас с вами как минимум третьего поколения живность или четвёртого. Надо посмотреть в описании. Если честно, я так и путаюсь. Третьего или четвёртого это работает. Кабаниха пятого. Кабаниха четвёртого. Кабаниха четвёртого готова к размножению. Кабаниха кабан пятого. Всё, у нас с вами остался один кабан и его гарем. О, у нас здесь есть, оказывается, ещё одна мёртвая свинка. Давайте мы её тоже откроем. И сейчас будем думать, что делать с мясом. В принципе, я вам обещал то, что я вам покажу, как засаливать мясо. Я думаю, что почему бы не сделать это вот с этим количеством мяса. Мне на стак соли нужно полстака мяса. Я надеюсь, что у меня есть такое количество соли. Не выходи сюда. Ты мне... Куда ты пошёл? Кабан! Ну, ты же ещё и кабан. Ты же последний кабан. Иди назад. Блин, как мне кабана назад пихнуть? Растудить твоё налево. Ладно, я надеюсь, что ты отсюда не выберешься сам по себе. И когда вот там... А, слушайте, у меня же есть еда. Давайте попробуем их немножко прикормить. Возможно, этому кабану захочется поесть, и он захочет сюда прийти. Я с собой специально взял по этому поводу вон какое количество еды. Я их разделю поровну. И самое главное, когда вы запихиваете еду вот в эти ящики, следите так, чтобы вы сюда запихивали чётное количество. Потому что трубы передают по два, иногда, иногда по одному. Но в общей сложности как бы должно быть чётное количество в лотке. Иначе у вас в трубе застрянет какой-нибудь один злак, вот этот вот. И следующие сюда идти не будут. Я на это, к сожалению, уже напарывался пару раз. Пытался понять, почему у меня пустые вот эти вот лотки, и при этом никто не ест. Ты здесь так и будешь спать, да? Туда не пойдёшь? Ну ладно, главное нам не забыть, что у нас здесь ходит кабан, единственный кабан, кстати. Всё-таки мне бы по-хорошему его как-нибудь туда пихнуть. Слушай, а может быть ты сам здесь залезешь, а? Кабанчик мой. Давай-ка мы тебя вот, может быть, вот так как-нибудь. Нет, вот так вот тебе неинтересно? Давай, давай, свою морду толстую кабанью туда суй. Да не сюда суй, туда суй. Давай, давай, давай. Там едят, смотри, там женщины едят уже твои, иди. Там они скоро будут готовы к размножению. Лови момент. Не упусти. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Нифига ты альпинист нахрен. Во, пошёл жрать. Всё, отлично. И уснул. Самый лучший кабан. Пошёл есть, и решил, что ему лень, и решил поспать. Ну да ладно. Давайте попробуем себе всё-таки засолить какую-то часть мяса, потому что у меня сейчас, в принципе, достаточно большое количество всякой еды. И мне, наверное, вот это вот мясо готовить бы не хотелось, я бы хотел его засолить. Давайте посмотрим, сколько у нас осталось соли. Я, собственно, её нашёл в одном из данжей, камушки галита. Переделал их в соль, и надеюсь, что у меня здесь сейчас стак соли будет. Не здесь, здесь есть. Стак соли есть. Берём стак соли, берём какую-нибудь бочку, допустим, вот эту. Кладём сюда соль. И, так, не понял, это запечатать теперь, что ли, надо? Это же вот так вроде нужно было делать, нет? А, вот так, вот, и теперь запечатываем. Всё. Через 20 дней у нас с вами появится здесь засоленное мясо, которое не такое питательное, как свежее мясо, но при этом хранится сильно дольше. И, кстати, что касается шкурок, зря я, наверное, оттуда вышел. Имеет смысл посмотреть, сколько у меня, кстати, здесь ещё шкурок есть. Где-то они здесь тоже присутствовали. Видимо, я всю шкурку снес вниз. Ладно. И, соответственно, сразу поставлю это дело вымачиваться. Если у меня есть... А у меня нету. У меня есть уже вымачиваясь 12 шкурок. Поэтому ещё кожи мы с вами сегодня не получим. Но, в принципе, мне кажется, что уже и так у нас с вами приличное количество. Не сказать, что прям достаточное. Но не знаю. Я себе, кстати, как вы, наверное, обратили внимание, сменил уже вот эти вот рюкзаки на кожаные. Потому что, собственно, кожи оказалось теперь уже слишком много. И я совершенно забыл о том, что можно ещё себе и рюкзаки сапгрейдить. Так, здесь всё готово. Здесь слабый тонин. Правда, слабый тонин. А, здесь сильный тонин есть. Нужно сделать здесь ещё тонина. И после этого мы с вами попробуем себе сделать одну интересную вещь вот с этой саранчой, которую я выбил. Трупик саранчи, который, соответственно, из которого можно сделать себе саранчу-стражника. Это та саранча, которая позволит нам с вами, как бы, немножко свободнее себя чувствовать. Она будет ходить рядом и всех атаковать. Единственное, что ребята говорят, то, что она глючит. Но не знаю. Посмотрим. И самое главное, что я этот самый, как, часовщик, да? И у меня есть способ более простого её крафта. Единственное, что мне потребуется ламели из чего-нибудь. Вот, допустим, можно сделать из висмутовой бронзы. Я здесь видел их, да? Из латуни. В принципе, вообще из всего. Но как это делается у нас с вами? Ламели выливаются, ребятки. Учитывая то, что ламели выливаются, я думаю, что мы с вами должны будем себе найти глину и сделать под это дело, соответственно, форму. Что-нибудь для ламелей здесь есть? Блесна, крючка, ламели необожжённая. Давайте сделаем себе сколько? Мне нужно 4 ламели. В принципе, я, наверное, готов потратить глину на 4 формы ламелей. Хотя, ладно, я всё-таки жадный. Я сделаю себе 2 формы для ламелей. Поставлю их обжигаться, и потом мы с вами увидимся. Пока у нас с вами обжигается форма для ламелей, хочу я себе сделать вот такие вот баночки для светлячков. В принципе, вроде как они делаются недорого. Единственное, что где-то, да, вот мне нужно было найти себе одну и жирчик выкинуть. Одну единицу стекла. У меня жирчик не влезает, ё-моё. Супер, ладно. И где-то вот наша замечательная эта штуковина. Давайте её разрежем. Не так. Вот так. Иди сюда. Кроме того, нужна одна бревяха. И ещё раз, по-моему, это дело порезать. Бревяху давайте воспользуемся, наверное, дубом. Потому что какая разница. И на выходе должны мы с вами получить 4 банки для светлячков. Но уж если у меня осталась одна плита стеклянная, я себе сделаю 8 банок для светлячков. И, соответственно, посмотрим, что мы с вами из этого сможем получить. Теперь мне нужно эти банки поставить тёплой ночью в место скопления цветов. Я понятия не имею, как работает эта механика, работает ли она вообще, но очень скоро мы с вами про это узнаем. В принципе, скопление цветов у меня есть, конечно, вот здесь, но мне кажется, этого маловато. И кроме того, для того, чтобы повысить шанс поймать светлячка, мне нужно будет положить в банку приманку. Приманка – это любая ягода. Я себе возьму, допустим, 9 таких ягод и пойдём мы с вами, даже, наверное, знаете, имеет смысл пойти через портал. Пойду через портал на место старого спауна. Насколько я помню, там было скопление цветов, там были наши эти люпины. И, возможно, мы с вами сможем там поймать себе какого-нибудь светлячка. Увидимся на месте. Я считаю, что вот это похоже на место большого скопления цветов. Ну, я надеюсь, да, что цветов здесь достаточно. Тут, конечно, ещё вопрос, каким образом определяет баночка, то, что ей достаточно цветов или нет. Надеюсь, что так же, как пчёлки. И она нам с вами скажет, если здесь цветов недостаточно. Давайте попробуем. Ставим баночку. Привлекайте светлячков при помощи фруктов. На тебе фрукт. Поместите вместо большого скопления цветов в тёплые ночи, чтобы поймать светлячка. Ну, наверное, так. Я здесь себе сейчас понаставлю вот этих вот ловушек. Потом придём и посмотрим, смогли ли мы здесь что-нибудь поймать. Единственное, что вот я не знаю, может быть, мне имеет смысл особенно не наглеть и поставить сюда, допустим, 4 баночки. И остальные 4 поставить в какое-нибудь другое место. Давайте я даже здесь себе поставлю точку, чтобы я потом это дело не забыл, да? Светлячки. Светлячки. И, допустим, светлячки у нас с вами будут цвета, не знаю, тёмно-красного, для того, чтобы я точно видел, что здесь светлячки. Вот таким вот образом их поставим. И давайте найдём где-нибудь ещё одно скопление цветов. Хотя, что-то, судя по карте, здесь больше... Вот сюда вот можно попробовать до этих, смотрите, здесь прям скопление-скопление, чё бы нет. Единственное, что, конечно, я не хочу особенно далеко отходить от базы, потому что обязательно сейчас выяснится то, что я про этих светлячков забуду. И они, собственно, здесь так навеки вечные останутся. И потом кто-нибудь из игроков сюда придёт, скажет, ой, а чё это такое, я тоже хочу. И будет пытаться тоже сделать таких светлячков. А пока что, наверное, у меня это будет эксклюзив. Хотя, возможно, кто-то из ребят, которые не занимаются контентом, уже с ними игрались. Так, давайте я добегу до второго скопления, поставлю там оставшиеся 4. Так, ребятки, у меня мои ламельки здесь образовались. Давайте мы их сюда поставим. И давайте мы с вами сразу поставим плавиться нашу бронзу, для того, чтобы сразу её вылить. У меня есть 4 слитка, у меня есть мой чизл. Переводим это дело в плавительные кусочки. И, соответственно, сюда это дело запихиваем. Получается 4 на выходе слитка. Единственное, что что-то я так подумал, давайте мы с вами, наверное, сделаем 2 и 2. Потому что у меня всё-таки всего 2 этих самых формочки для ламели, да. В принципе, наверное, что-то мне кажется, есть одного угля должно хватить. Учитывая, что у нас с вами этот уголь достаточно долгоиграющий, возможно, он сможет нагреть наш тигель до необходимой температуры. И, кроме того, я здесь себе плавлю вот эту вот медь, для того, чтобы, вроде как у нас с вами сейчас с ветром всё очень хорошо, я надеюсь. И мы с вами себе сможем сделать сразу дополнительных пластин на то, чтобы сделать воронку. Потому что если мы с вами посмотрим на рецепт, который мне необходим, вот с моим вариантом я буду делать, конечно же, да, потому что он дешевле банально, то сверху у нас с вами появляется загрузочная воронка. Это 3 вот этих вот пластины, но учитывая то, что ветер ко мне сейчас благосклонен, я думаю, что мы с вами по-быстрому это дело выкуем. И более того, у меня появится ещё одна пластина для того, чтобы я поместил к себе в магазин. Ну и, соответственно, параллельно я здесь себе жду, пока вот это вот дело расплавится. Давайте дождёмся. И затвердевают у меня ламельки, точнее, уже даже затвердели. Единственное, что я вспомнил, что мне ещё будет необходимое оружие же для моей саранчи. Поэтому давайте себе сделаем длинный меч для саранчи, если я его увижу. Вот он. Надеюсь, что ветер нам даст это сделать. Потому что, в принципе, саранча, конечно, будет бегать, но ей же нужно оружие какое-нибудь. И помимо этого самого оружия, я понял то, что если я хочу использовать дешёвый рецепт, мне понадобится обычный труп саранчи, а не распиливающая. Потому что для часовщиков у нас с вами есть намного более дешёвый рецепт, как раз который здесь требует обычный трупик, а не вот это вот всё. Давай, штуковина, отлично, спасибо тебе. Ты смог, ты выдержал, можешь отдыхать. Честно заработанный молот. Так, пойдёмте делать крафт. Нам с вами нужно, во-первых, сделать меч, во-вторых, сделать саму по себе саранчу. И для саранчи нам потребуется два алмазика, благо они у меня есть. Но сначала сделаем длинный новенький меч, сверкающий для нашей новой сверкающей саранчуки. Меч. Железный длинный меч. Где-то вот здесь у меня были алмазы. И более того, мне понадобятся ещё и две вот таких шестерёнки. Идите сюда. И алмазики. Вот алмазики, два алмазика. Так, теперь давайте попробуем ничего не налажать. Что мне нужно? Я понял, что я забыл. Я забыл себе взять пластины для того, чтобы сделать воронку. Немножко, как по мне, нелогичный рецепт. Потому что, ну зачем саранче, которая будет меня от чего-то охранять, сверху воронка? Ну, в принципе, ладно. Автору мода, наверное, виднее. Он какие-то свои понятия вкладывает, наверное, в этот рецепт. Но дофиг бы с ним. Так, вот так. И четыре ламели по краям. Если я ничего не напутаю, то вот она. Саранча-стражник. Иди сюда, моя саранча-стражник. И кроме того, ей же нужно еще что-нибудь покушать. Поэтому давайте возьмем какое-нибудь количество угля. Не очень большое? Я думаю, штучки четыре и хватит. Может быть, даже слишком много будет. Если мы с вами этой саранчи не будем устанавливать ее рабочую область, она просто должна ходить за мной и всех как бы тыркать. Давайте мы ее поставим вот сюда. Вот она, наша саранча. Она свернулась, потому что ей сейчас нечего делать. Единственное, что у нее почему-то нож на хвосте. Мне бы ей хотелось сдать меч. Шифт-правый клик. Как тебе дать меч? Контрол-правый клик. Тебе же как-то нужно было дать меч, нет? Ладно, пофигу. Давайте ей сначала дадим пожрать. Вот. Шифт-правый клик. Я ей дал пожрать. Даже два раза ей дал пожрать. И меч. Ну, может быть, ты все-таки возьмешь мой меч? Нет? А ты будешь за мной ходить? А что она за мной не ходит? Она должна за мной ходить вроде как. Или у нас... А, во, пошла-пошла-пошла. Блин, главное теперь самому, извиняюсь, не обосраться, если за вами будет бежать распиливающая саранча с ножом в хвосте. Так, саранча. Смотри, у меня здесь есть живность. Ты будешь ее есть? Что за... Вот, она меня бьет. Бей ее, саранча. Бей. Меня обидел этот зубр-самец. Или все-таки тебе как-то надо дать оружие? Давайте попробуем почитать руководство. У нас здесь с вами есть руководство. Называется Hacking 101. И здесь должно быть написано... Комбайн сиркуляркой стражник. Уникальная саранча будет атаковать агрессивных существ, которые окажутся в зоне поражения. Если у саранчи не обозначена рабочая область, саранча будет следовать за игроком в качестве компаньона. Если область обозначена, это не наш случай. Имеет смысл обозначить сундук, из которого саранча сможет взять оружие. Для работы требуется длинный меч, копье или другое оружие ближнего боя. Ну вот же у меня длинный меч. Железный длинный меч. Может быть там же у руководства написано, как ей дать этот меч? Дайте мне секунду, попробую почитать. Ага, ребятки. Shift, Ctrl, правый клик предметом. Shift, Ctrl, правый клик. Во. Теперь у нее... Господи, я думал, она сейчас мечом это будет делать. Так, давайте попробуем на нее сагрить этого зубра. Во, смотри, я его по жопе ударил. Саранча. Здесь плохой зубр, смотри. А, смотри. Я бью зубра, саранча. Ядрить твою налево. Саранча, защити меня от бешеного зубра. Саранча. Блин, бесполезный этот кусок саранчи. Я зубр чуть не убил уже. Сейчас меня чувствую убьет. Ну ладно, с моей доспехой, конечно, хрен он меня убьет. Он покоцал мою доспеху. Саранча, ты что? Так, как тебя собрать? Shift, правый клик? Shift, левый клик? Что там, блин? Там же где-то было написано, как ее собрать-то назад. Мне бы ее убрать, чтобы она здесь не стояла. Ага, вот как. Оказывается, мне нужно было снять у себя этот самый сундук из-за спины. Из-за спины. Из-за спина. Ну ладно, так тоже на самом деле неплохо. Но я в таком случае сам, пожалуй, полакомлюсь своим зубром. Потому что саранча мне ни в коем образом не хотела в этом помогать. У нас с вами будет еще немножко еды. Она как раз потихоньку заканчивается. Так, ладно. Мне бы в таком случае проверить где-нибудь эту саранчу. Можно, конечно, сходить в какую-нибудь из ямок, где я вчера путешествовал на стриме. Посмотрим, посмотрим. Ребятки, я нашел ампеля у себя во дворе. Это отличная работа для саранчи. Ну, либо ампель меня сейчас сожрет нахрен. Одно из двух. Так, ампель, ты здесь? Здесь. Саранча. Так, надо тебе дать меч. Смотри, саранча, ампель. Да не меня бей, ты ампеля ты бей. Ты что? Она не хочет ампеля бить. Ну, давайте попробуем, я бы тоже тыкну. А? Блин, ну неужели ты работаешь только на дрифтеров, а? Саранча. Нафига я тебе сделал? Я на тебя, между прочим, два алмаза потратил. Я понимаю, что они здесь бесполезные. Но я на тебя потратил еще и много чего полезного. Я бы лучше эту медь продал. Ты чего? А? Ты чего такая никакая? Саранча. Что ж, ладно, если она не хочет ходить за мной. Да, и ампель в итоге его тогда, он дал мне хвост, но он мне совершенно сейчас не нужен. Учисляя то, что она не хочет ходить за мной, я себе сделаю шестеренку и оставлю ее. Какая прикольная баночка получилась. Вот, таким образом она с вами делается шестеренка. И оставлю эту саранчу, мне здесь, пожалуй, охранять что-нибудь. Вот, не знаю, единственное, что охранять дом, охранять двор, наверное, имеет смысл, чтобы она мне охраняла где-нибудь вот здесь вот участок, по идее. Потому что здесь очень любят ходить дрифтеры. Чего бы нет, да? Так, единственное, что теперь нужно каким-то образом научиться пользоваться этой шестеренкой. По-моему, там нужно было сделать Ctrl-клик по первому блоку, а потом Ctrl-клик по второму блоку для того, чтобы задать область. Давайте попробуем. Ctrl-клик. Раз. И Ctrl-клик где-нибудь, ну, допустим, вот два. Что там? Shift-левый клик для того, чтобы показать область. Вот, у нас с вами будет вот эта область, в которой будет ходить саранча. Не знаю, найдет ли она здесь кого-нибудь или нет, но, по крайней мере, мы ее можем сюда посадить. Живи здесь. Пык. На тебе твою, орудие твое. И каким образом сделать... Shift-правый клик, да? Рабочая область задана. Ё-моё. Она куда-то поползла. Она пошла патрулировать. У меня... Товарищ сержант, полчаса до рассвета. У меня патрульная саранча получилась. Так, вот теперь бы, естественно, дождаться момента, когда здесь кто-нибудь появится. Было бы неплохо, конечно. Но, боюсь, что это мы с вами, как обычно, в кадре не увидим. И, кстати, да, я себе поставил еще баночек с приманкой для светлячков. Потому что я залез, собственно, в код, посмотрел, какие необходимые условия. И выяснил там следующее. В принципе, вот эти вот светлячки работают действительно примерно как пчелки. Я себе поставил вот здесь вот еще во дворе несколько штук. И, как бы, они ищут цветы в радиусе сначала по 8 блоков от себя. И потом, если не находят достаточного количества, расширяют радиус еще на 8 блоков почему-то. То есть, по идее, это очень-очень большая поляна может быть. Но при этом, для того, чтобы эта штука сработала, помимо 10 цветов в своем радиусе, им нужна температура 25 и выше. И ищут они вот эти самые цветы с нуля до 3 часов каждых суток. Поэтому, в принципе, наверное, правильнее было бы их поставить куда-нибудь на югах. Где у нас с вами температура ночью не 13, 9 градусов, как сейчас. Но, в принципе, мне особенно как бы не горят эти светлячки. В буквальном и переносном смысле, да? Поэтому я дождусь. Единственное, что я бы, наверное, сейчас... О, здравствуйте. О, дрифтер, а пойдем-ка со мной. Я бы хотел сейчас сказать, что надо бы, наверное, пройти все-таки до наших вот тех вот полей. Посмотреть, какая там температура. Но сначала мне бы хотелось познакомить дрифтера с саранчой. Дрифтер, дрифтер. Пойдем с саранчу покажу. Знаешь, какая у меня саранча? О, у нее ножик такой клевый есть. Она тебе сможет что-нибудь нарезать. Хочешь, она тебе колбасу нарежет? Твою. Хочешь, что я колбасу нарежу? Не? Пойдем со мной-то, что ты? Алло, товарищ. Пойдем-пойдем-пойдем. Там такая саранча. О, ты таких саранчей еще в жизни не видел. Пойдем-пойдем-пойдем. Что ты там в воздух бьешь? Я здесь. Пойдем. Уй-й-й-й-й-й-й. Я рискую своим здоровьем, своими новыми дорогущими доспехами, а ты даже не хочешь на конфликт, на контакт идти. Так, где-то вот там у нас была саранча. Пойдем-пойдем-пойдем-пойдем. А, может быть, эта саранча хоть на что-то будет годна. Саранча, смотри, я тебя поесть привел. Саранча. Во, пошла-пошла-пошла. Ух ты, опаньки-опаньки. Смотрите, там какое происходит там. Кунг-фу. Нифига на его... Нифига у него вылазит. Вы посмотрите. Все. Забила. Молодец, саранча. Ладно, ты, конечно, немножко более бесполезна, чем мне казалось, но так тоже неплохо. По крайней мере, я порадовался твоим выкрутазом. Окей, давай посмотрим, саранча, что ты заработала себе. Ты себе заработала ниточку. Хочешь ниточку? Я тебе могу ниточку скормить. Ребятки, давно я уже хотел сделать одну вещь, и наконец-то я про нее вспомнил. У нас с вами здесь стоит специальный мод, который мне позволяет делать такие вот маленькие полоски, если я сейчас смогу их найти. Они называются металлические полоски. Вот они, железная полоска. Почему металлическая-то я искал? Железная. Единственное, что вот вопрос, хватит ли мне одного куска железа, а у меня что с собой? А, вот, у меня мой молот-то, е-мое, я думаю, что такое, куда он делся? Вот эти самые, как бы, маленькие полоски мне позволят себе сделать жаровни. Эти жаровни будут очень красиво освещать нам здесь с вами все. Так, они делаются по две, поэтому я думаю, что я себе сделаю еще две штучки, для того, чтобы у меня получилось в итоге две жаровни. И, в принципе, как бы, я просто почему про них вспомнил, потому что я понял, что у меня никуда не влезает уже больше мой жирчик, и имеет смысл, наконец-то, его, как бы, во что-нибудь применить. В принципе, я хотел бы поставить вот эти вот жаровни для того, чтобы себе еще немножко украсить кузницу, потому что на входе она имеет симпатичный вход вполне себе. Мне нравится, как он выглядит. Вот этот вот вход имеется в виду. Но здесь не хватает какого-нибудь освещения, поэтому если мы сейчас с вами сможем себе сотворить специальные вот эти вот горелки, наверное, будет это симпатично в итоге. Единственное, что мне, наверное, себе придется сейчас взять какое-нибудь дерево. Ну, давайте, на самом деле, наверное, даже не дуб. У меня есть черное дерево, которым я особенно что-то перестал пользоваться. Давайте мы из него сделаем бревен. Я понимаю, что это, по-моему, кощунство. Черное дерево переводить на материал для растопки. Но все-таки, давайте посмотрим, где тут наш рецептик был. Вот ингредиент для железной маленькой жаровни. Маленькой такой жаровни. Так, сверху у нас с вами такая штучка идет. По центру четыре деревяхи. Справа и слева по жирчику. Тихо. А, внизу еще нужна лампа масляная. Я причем себе взял две лампы уже, две миски точнее, и забыл из них сделать лампы. То есть вот так. Вот так. Вот так. Сюда деревяха. Сюда жирчик. Раз-два. Раз-два. И сверху молоточком тунь. Раз-два. Отлично. У нас с вами появились две жаровни. Давайте попробуем их поставить, посмотреть, как они будут светить. Единственное, что, конечно, у нас сейчас с вами далеко не ночь. 10.45. Ждать вечера для того, чтобы посмотреть, как они будут светить, я не хочу. Но поставить у меня их желание есть. Я думаю, что они должны стоять где-то вот здесь. Требуется твердая земля, да? То есть мне сначала все-таки придется здесь вычизлить что-то. А чизла у меня с собой есть. Окей, тогда дайте мне секунду, я здесь по-быстрому... Хотя, блин, а как я здесь по-быстрому? Мне нужно сюда еще один блок будет добавлять. Давайте, наверное, в таком случае воспользуемся шифером. Сделаем им небольшую подставку. Есть ли у меня, интересно, два блока шиферной кладки? Просто сейчас я их хочу поставить, а потом уже за кадром спокойненько... Вот она. Спокойненько вычизлить то, что мне необходимо будет. Для того, чтобы это красиво смотрелось. Потому что, естественно, я не хотел бы делать так, чтобы они висели в воздухе. Это будет некрасиво. То есть раз блок и два блок. И сюда раз жаровня, два жаровня. Вот какие жаровни! Единственное, что мне теперь их почему-то хочется поднять повыше. В принципе, учитывая то, что я это буду чизлить, я думаю, что никаких проблем у нас с вами с этим не будет. Я их поставлю немножко выше. И давайте, наверное, я их отчизлю и вам покажу, что получится. Может быть, заодно к этому времени уже наступит вечер и будет симпатичнее. Я вам, ребятки и девчатки, не могу просто не показать вот этот вот замечательный фонтан, который сделал Гарри Гост. Между его домом и моим домом. Смотрите, какая прелесть. Смотрите, какое вычизленное. Мы уже посмеялись на стриме, то, что, наверное, Гарри Гост укусил аркан. Потому что тоже очень-очень достойная работа, как по мне. Очень прикольно смотрится. Единственное, что, конечно, в зависимости от темноты это смотрится лучше или хуже. Там детали, они то проявляются, то исчезают, но с этим уже ничего не сделаешь. А так вообще, конечно, вущ. Ну и на самом деле я не просто так здесь сейчас сидел за кадром. Ждал, пока как бы наступит вечер для того, чтобы вам показать, что теперь получилось из нашей кузни. Смотрите, такое ощущение, что это реально какое-то адское пламя. Я думаю, что я, скорее всего, еще какое-то время потом проведу с как бы добавлением деталей в чизленные вот эти вот штуковины. Но, в принципе, получилось примерно то, что я хотел. То есть вот эти вот две замечательных наших жаровни, они очень прикольно дополняют, как по мне, нашу кузню. И как бы теперь здесь стало еще и светло. Более того, если я уберу свой фонарь, будет вообще... О, какой кошмар. И саранча побежала. Я вот боюсь, что сейчас она меня будет убивать опять. Вот, ребятки, на этом мы с вами будем заканчивать серию. Я говорю большое спасибо всем, кто посмотрел серию от начала до конца. Поставил лайк, оставил комментарий. А кроме того, конечно же, моим самым лучшим, замечательным спонсором. Лентао, большое спасибо тебе за апгрейд уровня спонсорства до уровня инсайдер. И, соответственно, говорю тебе. А теперь большое спасибо за максимальный уровень поддержки. И МСу за максимальный уровень поддержки. Кроме того, конечно же, всем девчаткам и мальчаткам, которые поддерживают меня финансово. Ребятки, вы самые лучшие. А с вами был Зигнахедж. Увидимся в следующий раз. Я себе верну сюда светилду. До новых встреч, как обычно. Всем счастливо и пока. И, конечно же, когда мне уже ничего здесь не надо делать, у нас с вами ветер, кажется, максимальный. Пока. Пока.